Игорь, хотел вот задавать вопрос, поскольку у вас жена казашка. Ваши родственники, ваши жены не раз делали бата. Бата – это хорошая аффирмация. Вы согласны? Да. Вообще, все традиции, которые есть, да? То есть, короче, бата – хорошая традиция. Пятикрасный намаз – офигенная традиция или что это. В общем, это прям очень полезно. Особенно, если ты понимаешь смысл вот этой молитвы, то это прям полезно. Но есть вещи традиционные, которые они отмирают. То есть, уже в современном мире, наверное, уже этого не стоит делать. И вот эти вещи лучше менять. Но бата лучше оставить, мне кажется. Это зажираешь, как это называется. Смотрите, про лишний вес. Давайте чуть пару слов. Я с лишним весом борюсь уже, наверное, восьмой год активно. Я бегал, прыгал, что я только не делал. И в последнее время я понял, что чем съесть большой жирный стейк, лучше съесть вкусную пироженку и маленькую. Но чтобы она была нереально вкусная. И тогда ты как-то наелся одной вот такой вот фигней какой-то. Это тогда, когда не хватает радости. И ты начинаешь зажирать свой стресс. Или начинаешь... Это подмена. Вместо того, чтобы себя похвалить, ты начинаешь себя кидать. И тогда ты начинаешь... Ну вот, лучше от этого как-то избавляться потихоньку. Нет, просто надо найти радость в жизни в другую, не в еде. Это ты радуешься только, когда ешь. Можно вопрос? Я тебе говорю, это же стресс. Ты поэтому ешь. Поэтому берешь подушку, в нее орешь. И тогда кушать, может быть, не захочешь. Но ты поиграй с собой. У каждого индивидуально вот это похудение, не у всех оно срабатывает. У всех по-разному. Надо подковыриваться. Сейчас уже появились тренинги по похудению, где психолог сидит и из тебя вот это все тащит. Поэтому, ну, вот найди и сходи туда, если хочешь как-то.